Здравствуйте, товарищи! Начинаем наше очередное занятие в Красном Университете. Сегодня у нас семинар, посвященный политическому спектру и классовой борьбе в современной России. Как вы понимаете, эти два понятия неразрывно связаны. Мы с вами изучаем марксизм, поэтому все определения, все классификации, все понятия, которые мы рассматриваем, они, конечно, базируются на классовой теории, на теории формации, на теории классовой борьбы, неизбежно ведущей к установлению диктатуры пролетариата и к обществу без классов. И, начиная наш семинар, мы должны вспомнить, что такое политика. Кто может дать определение? Ну, если коротко сказать, да. А если власть уже есть, тогда что есть политика? За удержание, за удержание и осуществление государственной власти. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть, когда мы говорим о политике, мы говорим о государственной власти. Все, что касается политики, это… Речь идет о государственной власти. Если вещь идет о том, что власть должна быть завоевана, есть угнетенный класс, есть класс угнетателей, один класс борется против другого, и если ему удается победить, то он становится господствующим классом и устанавливает свою власть. Если власть установлена, то ее надо удерживать, потому что, с одной стороны, есть претенденты на восстановление предыдущего строя, с другой стороны, если речь идет об эксплуататорских классах, то внутри любого эксплуататорского класса есть противоречия, которые неизбежно приводят к столкновению интересов и к борьбе. За власть внутри самого класса, между отдельными группировками этого эксплуататорского класса. Ну и, конечно, есть внешняя угроза, которая присутствует, от которой тоже нужно обороняться и удерживать власть в собственном государстве. Что же касается осуществления государственной власти, ну, понятно, что власть завоевывается, как правило, не сама по себе, она лишь для отдельного узкого круга лиц является какой-то специфической ценностью. В основном она завоевывается для того, чтобы реализовывать свои интересы, и прежде всего интересы экономические. Итак, классовая борьба. Классовая борьба идет постоянно, как мы знаем, с момента возникновения классов. Как только возникли отношения собственности, началась классовая борьба. Она продолжается до сих пор, и будет продолжаться до тех пор, пока классы не будут уничтожены. Некоторые политологи, современные, да и не только политологи, и политики говорят, что понятие классов устарело, что, дескать, классов уже как таковых нет. А если они есть, то они настолько сильно изменились, что применять к ним классическое определение неправильно. Что лучше говорить о слоях определенных в обществе, да, о стратах. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы затушевать, сгладить, замаскировать классовые различия. Потому что если мы говорим о слоях, о каких-то о стратах, то складывается впечатление, что это просто какие-то ступени в положении человека в обществе, определенные, скажем так, уровни. И человек при желании, при упорстве, при, так сказать, определенном везении может перейти с одного уровня на другой и, так сказать, с самого низа добраться до самого верха. И тем самым вот эта пропасть, которая лежит между имущими и неимущими классами, она как бы заполняется какими-то промежуточными уровнями, которые человек так или иначе может преодолеть. Ну, собственно говоря, это вот такой вариант мечты, да, можно сказать, американской мечты. Ну, это любая мечта живет в любом капиталистическом обществе. Человек начал продавать на улице яблоки, а потом он стал владельцем заводов, газет, пароходов. Правда, забываю добавить, что между этими двумя этапами умер его дедушка и оставил ему пару миллионов долларов. Вот, как оно обычно и бывает. Поэтому мы не должны поддаваться на такие провокации, на определенное, скажем так, идеологическое воздействие, которое идет со стороны класса буржуазии и его идеологов, которые нас, так сказать, пытаются от классовой теории отодвинуть. К сожалению, анализируя ответы, ответы, которые были присланы в системе СДО, можно сказать, что разделились, скажем так, отвечающие, да, там, примерно 50 на 50. То есть люди использовали определения из буржуазной политологии, определения брали даже из законов Российской Федерации. Очень такое красивое, гладкое определение, которое просто никакого шанса для пролетарской партии завоевать власть не оставляет. Вот. Один товарищ даже написал, что признаком политической партии является ее официальная регистрация. Стоит вопрос, а как же тогда партии, которые в некоторых странах находятся на нелегальном положении? Например, коммунистическая партия Турции. Она не является партией? Или не является партией рабочего класса? Поэтому, конечно, официальная регистрация партии, так сказать, буржуазной властью ни в коем случае не является критерием для того, чтобы ее идентифицировать как партию. Классовая борьба продолжается, она идет, и так или иначе все мы принимаем в ней участие. И принимая в ней участие, мы должны четко понимать, на какой стороне мы находимся. А стороны только две. Есть класс крупных собственников, класс буржуазии и рабочий класс. Вот два класса, на которых принципиально делится общество. И говоря о политических партиях, многие так и отвечали, что в соответствии с двумя основными классами, действительно, основные партии – это партии буржуазии и партии рабочего класса. Но надо сказать, что помимо этих двух системообразующих классов, антагонистических классов, есть еще класс, конечно, мелкой буржуазии. Его нельзя сбрасывать со счетов. Он не исчез, как предполагал Маркс в свое время. Это связано, опять-таки, с развитием. Два фактора – это развитие монополистического капитализма. Когда монополии настолько задирают цены, что мелкий производитель может опять, так сказать, начать что-то производить. И это ему, в общем-то, выгодно. То есть он может жить в порах этого крупного монополистического капитала. И второй момент – это то, что это такой своего рода рассадник, питомник, или как теперь называют, бизнес-инкубатор для крупной буржуазии, откуда можно, так сказать, черпать какие-то свежие силы. Хотя, конечно, большинство мелких буржуа, они опускаются в ряды пролетариата. И сейчас, в период кризиса, мы это очень хорошо видим. Да, что при неблагоприятных условиях, при каких-то ограничениях законодательных, или связанных с вопросами той же самой эпидемии, увидим, что, в общем-то, выжить, так называемым, самозанятым, на которых делал ставку гражданин Медведев, так сказать, желая перевести большую часть населения в самозанятые, вот им как раз выживать, наверное, сложнее всего. Потому что мы понимаем, что, прежде всего, это, конечно, это торговля, это какое-то мелкое производство, это сфера услуг, то есть то, что пострадало больше всего, практически, да. То есть остановка была именно вот в этих сферах деятельности. А промышленное производство никто не останавливал, хотя спад его, конечно, есть, это безусловно. Делался еще до всякой пандемии. Мы знаем, что это идет с 2014 года. И как и падение реальных доходов населения. То есть это на наших глазах разворачивается обычный циклический кризис капитализма, который, в отличие от предыдущих, скажем так, не удается, нечем его пока особенно погасить. Поэтому эпидемия подвернулась очень кстати, можно на нее много чего свалить. Но мы должны понимать, что на самом деле, конечно, экономическая основа общества сейчас такова, что кризисы в ней неизбежны. И разрешение этих кризисов тоже в основном происходит за счет классов неимущих. А классы имущие, как мы видим сейчас, они, наоборот, богатеют. Состояние миллионеров и миллиардеров увеличивается, увеличится их количество. И даже падение производства и падение доходов национальных экономик, оно отражается наоборот. То есть отдельные граждане на этом фоне значительно богатеют. Значительно богатеют. Говоря о политическом спектре, мы должны себе четко представлять интересы, какого класса выражает, отстаивает и представляет та или иная партия. Потому что без классового анализа мы попадем, так сказать, в силки, в тени, там, можно сказать, пропаганды, чуждой пропаганды, бургразной пропаганды, которая, конечно, стремится представить любую фактически партию, как партию, представляющуюся все общество или большую часть общества. И появляются классификации, где есть, так называемые, межклассовые, надклассовые партии. Это тоже встречалось в ответах. Но, опять же, мы должны обратиться к классикам марксизма, посмотреть, как вопросы классификации партии решал Владимир Ильич Ленин. Я позволю себе процитировать статью «Опыт классификации русских политических партий». Владимир Ильич Ленин в этой статье писал Объединительный съезд РСДРП, как известно, уклонился от задачи классового анализа политических партий в России и определение пролетарского отношения к ним. Общее подтверждение Амстердамской резолюции является ничем иным, как формой уклонения. А между тем, революция требует от нас все более и более настоятельного применения марксистского метода и марксистской теории к освещению того глубокого и интереснейшего процесса образования партии, который идет в России по понятным причинам быстрее и острее, чем где бы то ни было. Конечно, этот процесс далеко-далеко не закончился и не дал еще никаких вполне устойчивых результатов. Но ведь закончиться этот процесс не может никогда в капиталистическом обществе, подчеркнуто курсивом. А устойчивыми результаты его могли бы стать лишь при застое революции, как крутой ломке всей старой политической настройки. Поэтому откладывать задачи анализа буржуазных партий мы никак не можем, тем более, что в период Октябрьских свобод с одной стороны и период Первой Думы с другой дали уже, несомненно, крупные результаты, с которыми нельзя не считаться. И открытая революционная борьба в форме стачки, восстания и тому подобное, и новая избирательная кампания потребует от нашей партии ясного и отчетливого определения своих отношений к различным партиям. А это возможно лишь на основании научного, то есть классового анализа их. Классовый анализ. Владимир Владимирович подчеркивает, что мы должны анализировать прежде всего партии по классам. И, собственно говоря, большинство из отвечавших на второй вопрос, они, в общем-то, опирались на классификацию по классам, хотя, конечно, есть и другие классификации по отношению к действующей власти, там по ряду других признаков, по форме организации, по структуре и так далее. Это тоже, безусловно, важно и интересно знать, но прежде всего, вот мы должны помнить об этом пункте. Ну и, наконец, к сожалению, довольно мало наших товарищей отвечало на вопрос, какие партии есть в современной России. С одной стороны, этот вопрос вроде и не вызывает особого затруднения, да, можно открыть список партий, допустим, зарегистрированных цикл, и посмотреть, какие партии есть, или в состав Государственной Думы, то есть те партии, которые крупные и которые как-то влияют на общественно-политическую жизнь. С другой стороны, это то, что, собственно говоря, составляет сегодняшний политический ландшафт, и то, с чем нам приходится работать, и то, что нужно анализировать. Потому что Ленин анализировал те партии, которые были современны ему, да, мы должны понимать, к какому классу относятся современные партии, чьи интересы они отстаивают, и как мы можем с ними бороться. Вот таким образом. Значит, ну, поскольку у нас семинар, я уже говорю достаточно долго, я думаю, что можно предоставить слово присутствующим, есть желающие ответить на какие-либо вопросы из предложенных. Ну, и пока, так сказать, вы собираетесь с духом, я бы хотел еще раз обратиться ко всем слушателям и стараться внимательно читать задание, да, потому что все-таки в задании сформулировано, необходимо ответить на два вопроса по выбору. Лучше взять два вопроса и ответить на них достаточно подробно, обстоятельно и точно, чем брать все вопросы и пытаться на каждой сказать, так сказать, два слова. Ну, и опять же, чем на большее количество вопросов вы отвечаете, тем больше ошибок вы делаете. Хотя ничего плохого в самом себе ошибки нет, потому что когда мы делаем ошибку, мы тем самым учимся. Когда мы не сделали ошибку, вот это не запоминается на самом деле. Если сделали ошибку, ее нашли, исправили, вот это и действительно путь к обучению. Поэтому бояться их не нужно, но, так сказать, тем не менее, просьба все-таки придерживаться вот такого формата, потому что время, которое тратится на проверку, оно, конечно, значительно увеличивается. Пожалуйста, вы готовы? Выходите, представляйтесь. Меня зовут Воробьева Вера Ивановна, я слушатель первого отделения Красного университета и отвечу на вопрос, какие партии есть в современной России. Так, правильно? Да, конечно. Так, в современной России зарегистрирована 41 партия, по данным Минюста. Это крупная буржуазия, из них представляют три партии. Это Единая Россия, Справедливая Россия и ЛДПР. Все остальные партии представляют мелкую буржуазию. Между собой партии отличаются тем, что представляют интересы разных представителей крупного капитала. А вот партия Яблоко, а на чей капитал представление? Нет, я имею в виду, что которые крупные буржуазии. Ну, она тоже представляет крупный капитал. Какой? Ну, какой конкретно, честно говоря, не знаю. Странно ли это? Правильно, конечно. Ну, они партии мелкой буржуазии, да? То есть там не все партии, которые не прошли в парламент, они являются партиями мелкой буржуазии. Но они стремятся к этому. Хорошо. Спасибо. Кто-то может дополнить этот вопрос? А что с партией рабочего класса происходит? Становление. Нет, ну они есть, но в парламенте они не представляют. Если мы говорим о партии становления, да, то есть, это, скажем так, то, что должно стать партией, но пока еще партией в полном смысле не является. То есть не все признаки партии присутствуют. Нет массовости, да, потому что ни одна коммунистическая партия, даже по названию коммунистическая, не говоря о том по сути, в общем-то не может похвастаться количеством своих членов. и, к тому же, по своему составу классовому, она, в общем-то, они далеки от рабочего класса, к сожалению. Но это надо исправлять. А почему, как вы думаете, еще нет такой вот могучим партнером рабочего класса? Нет класса, вы осознали еще пока. Пожалуйста, не проснулись. Попаганда достаточно эффективно работает. Есть же псевдо-коммунистическая партия в разном парламенте, она отцегивает значительную часть голосов. То есть она же набирает какое-то довольно-таки большое количество людей, и люди за них голосуют. То есть это тоже. Ну и, более того, дискредитируют. Это двойная часть голосов, она оттягивает, это дискредитация вот этой идеи. Потому что даже вот в последнем, когда они выставили на выбор президента, да, ну, может быть, долларов, миллионер, но это было вообще-то. Сейчас будут, кто там, Платошкин, да, но и таких же, да, мы тоже выступаем. Я там, если правильно понял, то вот там поддерживают мелкую буржуазию. То есть на нашей программе протолкнули. Ну, с КПРФ ситуация понятная, да, что это… Они себя и позиционируют как партию трудящихся, не как партию рабочего класса. А трудящиеся включают в себя мелкую буржуазию, потому что они трудятся, одновременно являются собственниками, собственниками средств производства. Но здесь надо понимать, что наличие своей партии, оно является признаком зрелости класса. Буржуазия в России, вот, вот, новоявленная, она, в общем-то, созрела достаточно быстро, да. Помните, когда она приходила к власти, она приходила к власти под лозунгами «беспартийности». То не надо нам партий никаких, мы обойдемся без партии, без партии, без идеологии. Ну, как вы понимаете, без партии она обошлась, а без идеологии, конечно, не обошлась. Естественно, да, потому что протащить через Верховный Совет частную собственность, да, которая была запрещена прямо законом, значит, это требовало, естественно, смены идеологии. Без буржуазной идеологии увести частную собственность невозможно. И когда она приходила к власти, то и партии были особо не нужны. Ну, и буржуазия еще представляла из себя, так сказать, достаточно рыхлое такое образование. Ну, довольно быстро сгруппировалась и через ряд последовательных изменений сформировала те партии, которые сейчас присутствуют в политическом спектре современной России. вот. Рабочий класс так быстро не созрел. И, несмотря на то, что буржуазия продолжает, так сказать, закручивать гайки и продолжает наступать на права, и мы видим это постоянно, да, недавно, с последних, что это вот, пенсионная реформа, например, увеличение продолжительности рабочей жизни, да, при том, что и так граждане России работают больше, чем, ну, чем рабочие, скажем так, и служащие в развитых индустриальных странах, пересчете на часы. Ну, теперь добавили мы еще, так сказать, дополнительно срок. До этого, что у нас в четырнадцатом году, что у нас ввели? У нас ввели спецоценку условий труда, что позволило работодателям снять вредность, снять доплаты за вредность, уменьшить отпуска, уменьшить выплаты и так далее. Ну, пока до списочных профессий еще не дошло, но, в общем, если не будет этому противодействия, то это все будет продолжаться в том же духе. Постоянно мы слышим разговоры и предложения со стороны буржизия об увеличении, законодательном увеличении продолжительности рабочего дня. Будь то введение четырехдневной рабочей недели с соответственным увеличением рабочего дня до десяти часов или прямо, как Прохоров в свое время предлагал, законодательность закрепить. Ну, у нас люди же работают по двенадцать часов, но давайте разрешим, чтобы это было законно все. А что касается КПРФ, то вы знаете, что в свое время она обратилась к профессору Золотову с предложением разработать законопроект о сокращении рабочего дня до шести часов. Он это сделал, законопроект этот отправил в фракцию КПРФ, но оттуда пришел ответ, что пока считаем несвоевременным введение и проведение такого законопроекта. А сокращение рабочего дня, как вы знаете, это одно из ключевых требований в свое время. Век назад люди, да и вообще с самого начала, по сути дела, с возникновения рабочего класса всегда шла борьба за сокращение рабочего времени. Потому что сокращение рабочего времени не автоматически, но оно ведет к увеличению свободного времени, а значит к возможности для развития, к удлинению продолжительности жизни, ну и, так сказать, является само по себе благом общественным. И мы знаем, что значительная часть увеличения производительности труда, она как раз проявляется в увеличении свободного времени общества. Только вот это свободное время общества, оно распределяется неравномерно. И те, кто занимаются производительным трудом, они в меньшей степени, меньше всех могут пользоваться вот этим общественным благом. Поэтому именно для рабочих сокращение рабочего дня является и насущным интересом, и коренным интересом на самом деле. Потому что у них появляется свободное время, которое они могут потратить в том числе и на образование свое, и на самообразование, на самоорганизацию. Буржуазия это прекрасно понимает. Поэтому мы видим противодействие. Наоборот, стремятся людей загнать в такие условия, чтобы они не могли уже поднять головы. Потому что отработав 10-12 часов в материальном производстве, конечно, ни о каких профсоюзах, ни о какой марксистской учебе, ни о чем таком мечтать не приходится. Остается только прийти, так сказать, заснуть, может быть еще успеть детей по голове погладить. А может и не успеть уже. Вот таким образом. Поэтому, да, сейчас, скажем так, и среди всех парламентских партий, и среди зарегистрированных партий, такой партии, которая бы выступала на стороне рабочего класса, ее просто нет. Поэтому задача класса создавать такую партию. Кто еще хочет ответить? Готово? Не совсем. Пожалуйста. Что такое политическая партия? Кто может ответить на этот вопрос? Выходите, представляйтесь. Пожалуйста. Ну, это не теорема Пифагора, поэтому тут вы можете отвечать в свободной форме. Лазарев Рячеслав Михайлович, слушатель Кочного отделения страны. Политическая партия – это авангард класса какого-то, который она представляет. то есть какое-то гидро, которое проводит политику класса определенного, я так понимаю. ну, да, либо это буржуазная политика, буржуазная партия, либо политика рабочего класса. То есть, ну, если ее нет, значит, пока нет. Вот. Что еще можно сказать? Скажите. Нет, вы все правильно говорите, что действительно, да, партия – это организация, да, общественная организация. Это авангард класса. Но когда мы говорим об авангарде класса, все-таки, ну, правильнее, наверное, употреблять вот это определение отношения прогрессивного класса. Потому что, ну, если класс, скажем так, реакционный, а еще партий несколько, и все они являются авангардом. Ну, авангарда больше такое, да, это же не строгое определение, это не понятие, скажем так, да, это, ну, вот, вариант суждения такого. Авангардом класса в полном смысле является, конечно, партия рабочего класса, то есть коммунистическая партия, потому что она научно выявляет интересы класса, вносит эти интересы в рабочие движения, организует класс на борьбу и, так сказать, руководит этой борьбой вплоть до полного уничтожения класса. вот так и должен действовать авангард. А, например, буржуазные партии, ну, не знаю, какой из них можно назвать авангардом. Да, то есть класс глубоко реакционный, класс сейчас тормозит развитие человечества, поэтому, если у него есть авангард, то он идет явно в направлении противоположного развития, да, то есть это уже не авангард какой-то, а авангард. Но это действительно, это активная часть класса или, скажем так, даже не обязательно часть класса, то есть это может быть и организация, которая обслуживает интерес этого класса. в случае с буржуазной партией. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Ну и все-таки давайте вот перейдем к политическому спектру, да, потому что, да, поговорили о партиях, о том, какие партии есть в современной России, как вы можете охарактеризовать политический спектр, что это такое. И это, собственно, тема нашего семинарского занятия, то есть понимаем ли мы вообще чем сегодня занимаемся. Я встретил, например, такой ответ, что политический спектр – это список всех существующих партий. Ну вот если мы расположим, допустим, в алфавитном порядке все партии, да, или даже по количеству членов, или по количеству мест в Думе, то это можно назвать политическим спектром? Такой способ организации? Нет, конечно. То есть, когда мы говорим о спектре, все-таки мы должны брать какой-то критерий, да. Ну, в классическом физике для чего употребляется, применяется спектр. Когда мы говорим о свете, да, то есть, скажем, свет или излучение. То есть спектр излучения – это набор определенных волн. Со своей длиной. Со своей длиной, да. То есть, такой вот ответ, как тоже один из ответов, который я встретил – это все партии в одинаковой направленности. Почему одинаковые? Непонятно. Так вот, что для партии, что является длиной волной? Какие критерии положены в основу классификации партии? Если мы говорим о спектре. То основное, вот самая, так сказать, классическая шкала, да, вот этот спектр. Еще со времен французской революции, какие, так сказать, две проблемы? Такие образования, они готовы совершить с обществом, может быть, так можно сказать. То есть, если взять, что есть они левые партии, правые, центристские, то, в общем-то, из этого исследуют, что, допустим, центристские – это консервативные партии, правые – это реакционные партии, и левые партии, допустим, те, которые хотят преобразование общества. Как вам сказать? Более прогрессивные, скажем так. А правые партии не хотят преобразования в обществе? Нет. Если буду уже этот вопрос, на самом деле, раскрыть, то можно понять, что это выделение на правые партии, а по факту отношения к частной собственности, то, на самом деле, как бы говоря, правые максимально хотят сконцентрироваться в... Ну, как единовечно, да, этим всем правят, лего, наоборот, в большие в обществе. Ну, вот смотрите, если, да, если брать классический спектр, политический, то вообще коммунистическая партия, она так немножко особняком оказывается, потому что ни одна другая партия, она не затрагивает основ существующего строя, то есть не затрагивает частную собственность, не оспаривает. Ни буржуазные партии, ни мелкобуржуазные, потому что, ну, понятно, мелкобуржуазие, с одной стороны, трудятся и хотят, чтобы, так сказать, им тоже доставался часть общественного продукта, который они производят и который у них забирают тоже крупные собственники. Но, тем не менее, они хотят, чтобы средства производства остались при них и, так сказать, они могли получать большую часть этого общественного бирога. А если получится, то еще и кого-нибудь поэксплуатировать. То есть, в принципе, нет такого мелкого буржуа, который не хотел бы вырасти в крупного. И это вытекает из самого противоречивого положения их в системе общественного производства. Ну, вот это один из аспектов, да, действительно, правый и левый, отношение к собственности. Хотя ни одна левая, так называемая, буржуазная партия, она, в общем-то, не претендует на отмену частной собственности. Но они могут выступать за общественную капиталистическую собственность. за усиление роли государства, потому что государство именно в условиях капитализма, в общем-то, может, ну и осуществляет общественные функции. , да. Поэтому, это очень интересно тоже в ваших ответах, как правильно расположить партии того или иного толка. на самом левом крае политического спектра какая партия располагается? Коммунистическая. За что стоит коммунистическая партия? Какие основные такие программные требования? Отчественное собственность и наследство предвостов? Это раз. Ну, давайте вот мы сейчас вот по этому, да, вот в отношении собственности. Диктатура пролетариата, да. Это тоже, кстати, важно. Потому что диктатура пролетариата – это условия, необходимые условия для уничтожения классов. Все другие партии не ставят вопроса об полном уничтожении классов, а в лучшем случае говорят о уменьшении классовых различий, да, вот так сказать, о уменьшении пропасти между имущими и неимущими классами. Да. То есть, а в чем, собственно говоря, выражается вот это социальное равенство? Если собственность на средства производства сохраняется в руках частных лиц, ну или государства как самого крупного корпоративного собственника. Потому что суть это не меняет, не становится общественной собственностью. Это частная капиталистическая собственность, просто принадлежащая не отдельным лицам, а корпорации этих собственников. что происходит, каким образом происходит выравнивание общественной несправедливости и общественного неравенства, что позволяет говорить о том, что некоторые партии, например, социал-демократические, являются более левыми, чем партии, консервативные или либеральные. То есть, о чем идет речь? О распределении. О распределении. О распределении, да. То есть, о вторичном распределении общественного продукта. Потому что продукт производится непосредственно рабочими, материально-производственными. Значительная часть этого продукта в виде прибавочной стоимости присваивается собственниками средств производства, у которых этот продукт изымается при помощи корпоративным собственникам, то есть, государством капиталистов. И происходит дальше вторичное распределение, за счет чего уменьшается степень социального неравенства и социальная напряженность. Вот таким образом происходит. Те партии, которые стоят на таких позициях, в том, что необходимо этот общественный продукт перераспределять в пользу как тех, кто его производит, так и тех людей, которые выполняют какие-то важные общественные функции. Потому что не только же, да, он достается в конечном итоге не только производителям. В любом случае, получается, что до непосредственных производителей он доходит в наименьшем. Потому что для того, чтобы пользоваться этим общественным продуктам надо располагать свободное время, которого и у них нет, соответственно, к сожалению. Люди, не занятые материальным производством, они все равно оказываются в лучшем положении. Да, даже при том, что у них, скажем, там номинальная заработная плата может быть меньше. Но, тем не менее, они располагают свободное время. Они могут по-другому распорядиться той частью общественного продукта, который им достается. Вот. Значит, то есть речь идет о распределении. Ну и третий аспект, который тоже немаловажен и который буржуазные политологи выделяют в отдельную ось. Это ось там эголитаризм, тоталитаризм. Вот некоторые из отвечавших приводили еще вот этот пример. То есть, вот, дескать, есть партии, которые стоят за демократию, да, за широкий демократизм. А есть те, которые стоят, вот, тоталитарные. И к тоталитарным относят партии фашистские и, значит, вот, коммунистические. Соответствует ли это действительность? Для чего это делается вообще? Это делается намеренно. И делается это с одной единственной целью, да, чтобы, опять-таки, вот эта пропасть, которая находится между коммунизмом, как диктатурой пролетариата и условием для полного уничтожения класса. Соответственно, освобождение человечества от эксплуатации полного. И между крайней формой диктатуры реакционных, наиболее шинистических кругов финансового капитала. Вот для того, чтобы люди, так сказать, вот эту разницу не замечали, да, так сказать, вот, собственно, вводится эта шкала. На самом деле, если мы глубоко посмотрим на этот вопрос, мы увидим, что общественная собственность на средства производства, она определяет наиболее широкий демократизм и наиболее широкое участие граждан в государственном управлении. И, собственно говоря, история нашей страны тому пример. Почему общественная собственность дает возможность, на средства производства дает возможность более широкого демократизма? Ну, это понятно, да, потому что если в стране есть богатые, у них есть деньги, значит, они с помощью денег осуществляют свою власть. В их руках находятся средства массовой информации, в них, в их руках находятся там силовой аппарат или просто, так сказать, структуры, которые могут осуществлять их власть и так далее. Опять же, да, по структуре современной нынешней нашей Думы, что мы видим, там нет рабочих, там нет крестьян, ну, крестьян, так сказать, как класса нет, вот так, да, служащих и так далее. Кто там сидит? Там сидят публичные персоны, представитель бизнеса и так далее. И всеобщее участие в государственном управлении. Понятно, что если речь идет о диктатуре пролетариата, а в какой форме она реализуется? Какая форма является имманентной, да, то есть присущей именно диктатуре пролетариата? Советы. Советы. Советы, да? В чем отличие Советов? От парламента, больше раз, одно из отличий. Потому что они живут на земле и формируются снизу, То есть, если территориальный принцип формируя Советов, по трудовым коллективам, то есть это наиболее широкий охват как избирателей, так и избираемых. То есть выбирают не людей, которые, так сказать, где-то вот пришли на участок и впервые увидели на стене какие-то лица. О, надо почитать, что же они там это, что же они предлагают. А здесь выбирают людей, которых знаете, да, которые с вами вместе работают, которые доказали действительно, что они активные, они организованные, они стоят на позициях рабочего класса и будут оставить интересы своего коллектива, по крайней мере. А если нет, то можно отозвать? А если нет, то можно отозвать, конечно, да. То есть здесь мы видим, что вот так называемой независимости в политических аспектах нет. Если власть крупного капитала, значит, это будет олигархия, это будет ограничение политических свобод, это неизбежно, да. Потому что, в общем-то, то, что приписывают советскому строю, тоталитаризм, там, значит, отсутствие политических свобод, отсутствие выборов, это же все, это все буржуазная ложь. Все от начала до конца, да, это вот то, с помощью чего, так сказать, людям задурили голову для того, чтобы наши граждане добровольно отказались от всего этого, да. Ну, простой пример, вот раньше, так сказать, любой рабочий мог на собрании выступить и критиковать, не только начальника цеха, там, допустим, ну, даже директора завод мог критиковать. А если его кто-то решил притеснять, он мог пойти в обхом партии, там, или в райком, в карком, пожаловаться, да, так сказать, и эффект был бы, да. А сейчас, с самого начальника участка, человек, так сказать, боится рот раскрыть, чтобы там что-то покритиковать. Ну, тут у нас товарищи собирают подписи для, просто для того, чтобы обратиться в контору, которая проводила соут на предприятии, ну, чтобы они разъяснили, почему, как у них, вот, они работают с тяжелой техникой, почему у них получилась вредность 2.0 у всех, так же, как у начальника, да, который сидит в теплом кабинете, за столом, у него из вредности только компьютер, и то он выключен, наверное, большую часть времени. Они работают по 12 часов на тяжелой технике, там, грузят мусор и так далее. И у них такая же вредность, как у начальника. Вот они просят объяснить, ну, и что, и, так сказать, его непосредственно начальник сказал, что если он застукает его за этим делом, он немедленно уволит без выходного посудия. Вот, пожалуйста, вам, свобода и демократия в современной России, да. Просто люди хотят задать элементарно вопрос. Поэтому, конечно, концентрация средств производства в руках отдельных собственных, она неизбежно ведет к сужению всякого демократизма, да. И мы видим, что все эти, так называемые, выборы, даже внутри своего класса, они, в общем-то, создают дополнительные барьеры. Вот тот же самый муниципальный фильтр, который, так называемый, да. То есть для того, чтобы быть избранным в, ну, у нас вот, в Питере. Как у нас называется-то? Захсобрание, да. Значит, надо пройти сначала, кандидат должен пройти муниципальный фильтр. А в муниципалитете сидят представители правящей партии, да. Но все знают, что никто не проходит. То есть даже представители своего, так сказать, класса других буржуазных партий, они не могут пройти, потому что зачем нам там пускать? Не нужно. Все места уже поделены. Так, товарищи. Что, неужели мы уже до перерыва нашли? А там уже товарищ Мазур должен быть. Ну, давайте ему счет. Нет, Мазур не будет. А, не будет Мазур? Мазур не пришел, я без него на одну подкраду не буду. Да. Понятно. Мы на старом месте, но без него я на одну подкраду не буду, поэтому Мазур не будет. Ясно, понятно. Ну, ладно. Мордовия меня не предупреждала такой. Мордовия нигде не предупреждала? Нет, я с ним разговаривал, он сказал, что будет Мазур. А когда предупреждали? Я сегодня с ним разговаривал. Нет, ну, мне только вчера позвонили, я сразу Мазур рассказала. Да? Ну, я не буду. Ну, ладно, хорошо. Ну, тогда перерыв. Да, перерыв. Да, перерыв. Это тоже капитал, только тот, который хочет другие деньги освоить. Это так называемая зеленая индустрия, это же огромные деньги. Да. Это как раз перерыв, что это деление общественных вкладов в свою функцию. Экологически чистая. Или вот движение за замену всех автомобилей, на дизель, на... Попытания. И сама нефть. Часть выступает, чтобы... Где-то нефть убрать. Капиталисты природующие библи. У нас... Нет, дело в том, что... ...колония... Нет, дело в том, что они же за что, как бы зеленые выступают? За более высокие технологии. Но дело в том, что чем более технология высокая, на самом деле, тем лучше отходов. И мусора, наоборот, больше. И вреда экологии больше. И продукт мы получаем, на самом деле. Ну, насколько качественные. Если технология в итоге должна предусматривать переработку отходов. Так вот, чем более технологичное у нас производство, тем более технологичные отходы. Их переработать невозможно. Вот сейчас с пластиком. Ну, так, по-моему, залазить, где работать можно? А где можно, да, самостоятельно? Нет, смотрите, вот пластик. Сейчас все больше пластик вводят. А чтобы его выбрасывают, вот сейчас контейнер ставят для пластика. Так вот, чтобы пластик перерабатывать, должно быть 22 контейнера разных стоять для пластика. Человек не в состоянии определить, какой пластик, какой контейнер выбросить. Ну, визуально. Даже если его маркировать, вот бутылка, наверное, из-под лимонаду, вот вы пробку открутили, там у него колечко есть. Ну, например, да? Вот если с этим колечком вы бросите бутылку, она переработка уже не пойдет. Написано на баках, что пробки не бросается. Ну, написано, вот колечко остается от пробки, все, эта бутылка уже переработка не пойдет. То есть, в СССР просто пластик производят, иди капиталисты. Дело в том, что вот этот пластик, то есть то, что сейчас собирают в той же Москве, он ни на какую переработку не будет. Он идет, он идет на мусоросжигательный завод, где его просто сжигают, все. Ну, это нормально. Проблема только в этом. Вот, ну, как бы, то есть на самом деле это, ну, бессмысленно для природы. Его лучше бы, на самом деле, закапывать. Меньше вреда, вот, мусоросжигательный завод, например, это зло. Лучше закопать. Пройдут, там, 500 лет тысячи, придут люди, выкопают. Вот настали 90-е годы, стали принимать металл. Пришли люди и выкопали, ну, грубо говоря, и переработали. То есть не было смысла, допустим, в советское время, ну, то есть заинтересованность материальной у простых людей перерабатывать этот, отходы металла, да, допустим, там, ну, очень заморачиваться, очень много на асфалт выкидывали. Шли 90-е годы, приехали в экскаватор, все это выкопали здание. Все, то есть когда реально достало ориентабельное, скажем так. Ну, и сейчас, посмотрите. Не знаю, 50-е, 60-е годы, всегда это весь металл, лом, собирали и пионеры, и ничего. Нет, собирали, и пионеры, это все понятно, но заинтересованности прямой не было, допустим, у простых рабочих. Нет, был план по сдаче металлолома, сдали сколько-то, и все, и забыли. А дальше оно нам надо, условно говоря. Можно было, и собирал там какой-нибудь, ну, не знаю, пенсионерный, ну, правосвободный металлолом. Он шел, там, в каждом 3-х годах были эти пункты приема вторсырья. Нет, это такой вопрос. Важно, интересованность все равно. Вот я сам макулатуру носил, и тряпье, и все это шло на переработку. Я сам в детстве носил макулатуру для того, чтобы взять талант, чтобы пойти купить книжку фантастики, то есть с другого года. 22 грамм сдал, получил. Ну, начнем с того, что такого количества упаковки не было. Да, вот самая главная проблема чисто там, где не ссорится. Независимые, так называемые, производители в таком количестве, они производят, собственно говоря, висит этот мусор. Откуда же эти горы и мусор взялись? Вся та же самая, вся молочная продукция. Ну, стеклотара была же оборотная, даже бутылки были по цветам, помните, они ведь не просто так были по цветам. То есть, допустим, молочная тара, она самая чистая, шло стекло только первичное, бутылка прозрачная пепелька. Это не просто будет это желание, чтобы вот оно было белое, нет, это потому что первичное стекло. Дальше уже винная бутылка, пивная, это же с боя, с авторсырья, когда с боя переплавлено. Вот эти леонные, коричневые уже бутылки, то есть оборотная тара это было. Вот сейчас хотя бы восстановить то, как было в 50-х годах, уже гигантский прогресс был бы переработать. Или в магазин, вот раньше же было, вот пойдемте в магазин, а там реально что, в бумажку все заворачивали, ни в пакет, ни в вакуум. Масло в бумагу, мясо в бумагу, сосиски в бумагу, все в бумагу упаковалось. А бумага это потом сдала в бутылку, все, вполне себе все перерабатывалось, то есть полиэтилена не было. Поэтому как бы когда говорят, что там в Советском Союзе пакетики стирали, ну, потому что он один был пакетик такой, и он действительно мог служить там тебе целый год. Ну потому что ты им не пользовался, как-то колонны, вот как сейчас, полиэтиленовый пакет, у них не было. Ну, известно уже, я какую-то книгу читал, когда эта проблема во времена ранних, возникла, что США со своей промышленностью, но тогдашней, сейчас-то ее практически уже нету, Трамп по какой-то мере восстановил, но за это, в общем, мировой финансовый капитал, значит, хочет, на октябре. Такая промышленность США, их автомобили производят столько углекислого газа, что растительности самой, самих США не хватает для того, чтобы из нее кислород восстанавливать. Так, ну что, продолжим наше занятие сегодняшнее. Да, ну, действительно, партии масса, и надо сказать, что кроме партии, которые действительно, скажем так, занимаются реализацией интересов определенного класса, чаще всего это класс буржуазии, это понятно. Буржуазия создает еще всякие дополнительные организации, которые специально предназначены для того, чтобы активность граждан направлять в безопасное для буржуазии русло. Ну, гражданам, допустим, не нравится загрязнение окружающей среды. А первопричина этого непонятна, да, то есть, причина-то какая? Неуемная жажда прибыли, погоня за прибыль любой сыной, прозвонить все большее, стимулировать потребление, вот. Отсюда и загрязнение окружающей среды. Но поскольку на первопричину, так сказать, воздействовать нежелательно для буржуазия, ну, это создаются партии типа экологических, зеленых и так далее, которые борются с последствиями, а не с причиной. Кроме того, иногда в предвыборный период специально создаются, так сказать, партии-однодневки, которые размывают электорат и, так сказать, направляют в нужное русло, ну, снижают уровень активности. Иногда это не партии, иногда это могут быть какие-то общественные организации, которые вроде даже выступают за социализм, за какое-то нужное и важное дело. На самом деле граждане, да, которые могли бы служить делом рабочего класса, они там занимаются всякой ерундой, по большому счету. К сожалению, так работает буржуазная политическая система. Но вернемся к политическому спектру. Мы двигаемся с левого края, да, к центру. А некоторые товарищи написали, что крайне левое положение занимают анархисты. Какой согласен с этим? То есть, анархисты левее коммунистов. А что по этому поводу думал Владимир Ильич Ленин? Ну, я могу сказать, почему я так написал. Да. Потому что, все-таки, допустим, здесь опять же, если брать спектр отношений, то есть, ну, в этом спектре, как градацию, да, то коммунисты, они все-таки ставят целью, ну, в далеком будущем, при развитии человека, и усознать нефти, ну, каждого гражданина, то, собственно говоря, и отказ от государства со временем. Просто анархистам предлагают это сделать сразу. Ну, условно говоря. Ну, то есть, как бы, исходя из этого. А возможно это сразу делать? Вот так вот перейти от диктатуры буржуазии и сразу перескочить в царство свободное? Нет, конечно. Ну, и еще один важный аспект, в общем-то, они же отрицают всякую иерархию, всякую организацию, да, то есть, вот партия анархистов – это что-то такое странное достаточно, потому что партия – это организация, она предполагает дисциплину, она предполагает иерархию определенную. Атрициация на себе. А если анархисты сумели объединиться в партию, значит, им встает вопрос. Либо они не анархисты, либо это не партия. Вот. Значит, поэтому действительно левее коммунистов никого нет. Ну, вот о социал-демократах, наверное, немножко поговорили. Это уже, значит, что у нас в центре находится политического спектра? В центре. Какие партии? А где же у них был консерватив? Да, потому что во многих ответах встретилось, что консерватор – это, значит, право, это ближе туда, к фашистам. На самом деле, по определению, что такое консерватор? То есть это та, это тот, кто выступает за сохранение существующего положения вещей. Это, как правило, партия, которая находится у власти. Это партии, которые властью, естественно, делиться с ней не хотят. Ну и, так сказать, любую угрозу своей власти они стараются отсечь. Каким образом? Угроза может исходить как со стороны правой, так и слева. Поэтому изменения, скажем так, которые ухудшают положение трудящихся, их тоже не очень, так сказать, устраивает. Они согласны с тем, что есть. Естественно, действуют в интересах правящего класса, но иногда вынуждены идти на определенные уступки классам неимущим для того, чтобы сохранить баланс равновесия определенный. Где у нас находятся либералы? В каком месте? Либералов почему-то многие записали в левое право туда, ближе, или к центру. Что представляет собой современные либеральные делки? За что выступают либералы вообще? За рынок. За рынок, да, то есть они выступают за то, чтобы производители, а подопроизводители они понимают не то, что мы понимаем в марксизме, то есть людей непосредственно занятых материальным производством, они понимают под ним собственников средств производства. И выступают за свободную, так называемую, да, свободу торговли, свободу производства, за то, чтобы никто не контролировал, государство не вмешивалось в дела бизнеса. К чему это приводит в нынешнее время? Мы сейчас живем в какую эпоху? Империализма и паралитарских революций. Не надо забывать об этом. Что значит эпоха империализма? Это значит, что господствуют крупные монополии, да, то есть никакого рынка с независимыми производителями нет. Весь этот рынок, он уже поделен между крупными монополиями. Соответственно, если мы говорим о том, что государство не должно вмешиваться, куда не должно вмешиваться? Не должно вмешиваться в дела вот этих крупных монополий, да, то есть чтобы они могли спокойно створить свои дела, свои беззакония. Это же их государство? Ну, это их государство, но с другой стороны, понимаете, есть, ведь есть интересы государства, как крупного корпоративного собственника, есть интересы частных лиц, и они вступают тоже в противоречия определенные. Ну, допустим, даже то же самое, значит, государство, оно вынуждено нести определенные обязательства социальные. То есть нужно обеспечивать охрану внешних границ, да, нужно обеспечивать правопорядок, нужно обеспечивать социальную какую-то поддержку населения, да, потому что иначе население, ну, быстро эту власть сметет. Значит, на все это нужно деньги. Где эти деньги взять? Значит, эти деньги можно взять только из прибавочной стоимости. Значит, эту прибавочную стоимость нужно изымать у собственников средств производства. Они не хотят ее отдавать, естественно, ну, так сказать, как любой капиталист, у него, собственно говоря, цель производства капиталистическая, это получение прибыли, а тут надо эту прибыль взять и отдать, чтобы каким-то голодранцам, понимаешь ли, там построили школу, больницу и так далее. Вот. И, естественно, у них крайне правое крыло, они не хотят этого. Они говорят, зачем нам, зачем нам социальная поддержка? Тут каждый пусть выживает, так сказать, сам, как может. У нас же свободная страна. Хочешь, идешь работать, не хочешь, помираешь с голоду. Не хочешь работать по 12 часов? Ну, значит, так сказать, иди, собирай грибы, ягоды, в лучшем случае, если тебе разрешат. Вот таким образом. То есть, вот эта свобода для собственников, она оборачивается, на самом деле, катастрофой для всего остального населения. Поэтому, так называемая, либеральная идеология, она как раз и, так сказать, является крайне правой идеологией. Правее только находится что у нас? Фашистская, да? Где прямо уже, так сказать, отказываются от всяких норм демократии и переходят к открытой террористической диктатуре. А либеральные партии, они готовы эту политику реализовать, если внутри страны они не готовы, допустим, реализовать, то вне страны они не стесняются это делать. Потому что, что говорить? Ну, зачем? Если понятно, что свое население как-то там, так сказать, в развитых капиталистических странах ну, они прикармливают, что называется, да? Откуда растет оппортунизм в рабочем движении? Это вот именно за счет того, что подпитывается определенная прослойка в рабочем классе за счет того, что делится частью прибывающей стоимости, которые получают эксплуатируя страны так сказать, вне, да? Внешней колонии и полуковой. Ну и, соответственно, как называется вот эта политика внешняя? Фашизм на экспорт. Фашизм на экспорт. То есть либеральные так называемые партии, они проводят политику фашизма на экспорт. Вот таким образом. Поэтому нужно всегда анализировать при рассмотрении политического спектра не название рассматривать, потому что либеральное. Ну, это еще идет, так сказать, с эпохи капитализма свободной конкуренции, когда либерализм обозначал что-то хорошее. хорошее, да? Сейчас уже это своим, так сказать, своему изначальному значению вот это название не соответствует. Не соответствует. Ну и, соответственно, мы можем говорить о том, что есть партия прогрессивная, есть партия реакционная. Вот либерализм, он как раз является прогрессивной идеологией и... Ой, господи, прогрессивной, простите, реакционной идеологией и реакционной политикой. Вопросы есть по этому поводу? Нет? Может, кто-то не согласен? Кто-то хочет выступить с апологией либерализма? Но вот либерторианская партия, это они, я так понял, молодежь окучилась тем, например, идеями как-то либерализма, только в несколькой форме? Ну, понимаете, надо исходить из того, в каком мире мы живем сейчас, да, и из экономической реальности, и политической, соответственно. Воспевать сейчас идеалы свободной конкуренции, капитализм свободной конкуренции, это означает, ну, как бы сказать, утопически, да, это в лучшем случае, это утопия, в лучшем случае, а в худшем случае, и, скорее всего, на самом деле, это так, это просто затуманивание людям мозгов. Я прохожу, маленькие работают, молодежь. Ну, естественно, молодежь, конечно, ведь, понимаете, молодежь-то, молодежь, которая сейчас растет, они, особенно те, которые родились уже, так сказать, при капитализме, они начинают прозревать, и они видят, что вся эта мечта, так называемая, да, так сказать, капиталистическая, это все, это дым пустой. Ничего этого нет. То есть, никаких шансов пробиться наверх у них нет. Они это прекрасно понимают. Но надо внушить, что это возможно. Ну, естественно, конечно, в обществе господствует идеология господствующего класса. Ну, такая отличается идеология. К сожалению, причем поголовно практически через 20 килограмм. Да, так и есть. Я на РБК тут статью читала, как как-то иностранный эксперт проанализировал наши проблемы и заключил, что если мы избавимся от постсоветского всего, что осталось, тогда иностранные партнеры будут нам больше доверять инвестиции Конечно, будут больше доверять. Естественно, инвестиции. А что такое инвестиция? Это будут вывозить прибыль. Инвестиция это вывоз капитала, это экспорт капитала. Это характерно для империализма, да, когда вывоз капитала преобладает над вывозом товара. Они сюда привозят деньги и увозят деньги. Но особенность капитала заключается в том, что он всегда возвращается туда, откуда он пришел. У Маркса в первом томе написано капитал всегда возвращается в ту точку, откуда он вышел. Поэтому инвестиции делают не для того, чтобы развить страну, чтобы сделать ее процветающей, так сказать, богатой и так далее. для того, чтобы выкачать из нее ресурсы. И самый ценный ресурс это время граждан. Кто создает прибавочную стоимость? Ее создают рабочие труда с материальным производством. Вот эту прибавочную стоимость, которую можно выкачивать из зависимых стран совершенно безбоязненно и без всякого стеснения. Конечно, вот это есть инвестиции иностранных. А что касается партнерства, ну, партнерство, оно не предполагает равноправие. Потому что всегда есть какой-то партнер, который сверху. Поэтому эти партнеры, они уже показали всем свой, так сказать, характер, нрав и что им нужно. На эту тему есть анекдот хороший. В качестве небольшого отступления сидели, однажды волки собрались на поляне, не знаю, знаете, волки собрались на поляне, ну, и тут мимо заяц бежит, заяц, косой, иди сюда, мы тебе сейчас, не, не ешьте, я знаю место, там много вкусного всего, там свободно можно поесть. Ну, ладно, иди покажи. Пошли они, показал место, волки наелись, обрадовались, веселились, веселились, и так разошлись, что сожрались самого зайца. Что мы сделали-то? Зайца нам доброе дело сделала, показал, где можно поесть, а мы его съели. Давайте мы его похороним, то, что от него осталось, и, значит, поставим памятник. Ну, ладно. А что мы на памятнике напишем? Давайте напишем нашему другу зайцу. Нехорошо получается, получается, друга съели, что ли? Ну, давайте нашему компаньону зайцу. компаньон съели, что нас будут думать? И один самый мудрый волк говорит. Ну, давайте напишем нашему партнеру зайцу. Вы же такое партнерство при капитализме. как как только ты становишься не нужен, тебя съедают и, так сказать, твои косточки выбрасывают. Вот. Поэтому, ну, естественно, что молодежь всячески нужно, так сказать, отвлекать от коммунистической идеологии. Это понятно. Этим они и занимаются. Сейчас, правда, нашли нового врага. Вроде как шел фильм про Горбачева. Оказывается, у нас Горбачева все виновы. Не все в советское время плохо было, оказывается. Главный враг теперь Горбачев. Ну, и Ельц немножко. Зато теперь у нас все будет хорошо. Так. товарищи, сколько же может быть коммунистических партий? А почему их так много? Какие-то из них могут не являться коммунистически? Или совсем не коммунистически? Почему может быть одна только коммунистическая партия? Все время упрекают, так сказать, и сейчас даже, вот если бы у нас была в советское время многопартийная система, вот была бы не одна партия, а две, была бы более устойчивая, и была бы более устойчивая, и все бы развивалось так хорошо, и, так сказать, не было таких печальных последствий, то одна бы партия порулила, то другая, вот, дескать, тоталитаризм, никакой свободы выбора не было людей. Что мы можем на это ответить? Если у нас есть истинная цель, то, как не кратчайший один, соответственно, мы, по отклонению, это будет путь в сторону, и как бы будет тратиться силы пустые. Да, есть истина конкретная, и она одна. кратчайший путь всегда будет один, то есть если у нас есть цель, вполне себе указана, то, соответственно, путь приман будет один. Ну, а если мы все-таки вернемся к классовой природе партии? Обучий класс один, второго нет противоречий как внутри класса капиталистов. Это не цель на... Нет, внутри рабочего класса противоречий это есть тоже, конечно, никуда не денешься, но есть аналога рабочего класса, как партииат. А есть что-то непротиворечивое вообще в природе? И в мире, и в обществе? Все имеет свое противоречие, конечно. имеется ввиду, что нет вот этих экономических противоречий к капиталистическому классе, каждый капиталист пытается себе прибыть найти партнера. Нет, такие тоже есть противоречия. Есть противоречия, но эти противоречия разрешаются в основании, а капитализм имеет в себе тоже противоречие, но оно разрешается куда? Оно разрешается в смену общественной информации. оказываться вот это противоречие между... Какое основное противоречие капитализма? А он частный или частный присвоение? Частный характер присвоения, да. Значит, вот это противоречие снимается в коммунистическом обществе, но тем не менее сказать, что полностью нет противоречия нельзя, потому что отпечатки предыдущего строя все равно сохраняются. Сохраняются они в виде чего? Мелкобуржуазности, да? Мелкобуржуазности. И есть противоречие между коренным интересами и насущными интересами возникает. Пароль, да? То это тоже может быть вариант. Рабочий класс, конечно, он един в том плане, что у него один коренной интерес. И этот интерес заключается в чем? перестать быть рабочим классом. Потому что рабочий класс, да, по определению, это класс унитаймый, класс эксплуатированный. Соответственно, рабочий класс заинтересован в том, чтобы уничтожить эксплуатацию вообще, в принципе. путь к этому в общем тоже один. Диктатура пролетариата это уничтожение частной собственности, установление общественной собственности, развитие социалистического производства. Ну и участие каждого в производстве тогда будет количество умнений, а всех распределяно меньше, естественно. ну поскольку если декларируется равное общественное не разница равная разница не разница между трудом, а разница в положении между людьми. Каждый человек должен участвовать в материальном производстве, а тогда сможем сделать, чтобы люди меньше эксплуатировались, был меньше этого общества в виде материального производства на каждое соответственно появится больше времени для развития каждой декларируется. Совершенно верно. Кстати, даже сегодняшний год, я рабочий заметил, что у всех, кто не занят производительным трудом и не преобразует материю, вообще связь с реальностью теряется. Они уже не в состоянии понять, как правильно его обзять. Я должен и работать по дирекции. очень много работают, то есть много производят всякие изделия, которые красивые средства. Как их ремонтировать и обслуживать вообще непонятно. И за это же деньги получают. А, ну да, когда мы в производстве, я тоже работаю на производстве, очень часто сталкиваюсь с тем, что эти вещи многие проектируют, люди, которые вообще не имеют никакого внушения материального производства, либо этим невозможно работать, этим невозможно пользоваться, либо дизайн такой, что тоже, грубо говоря, мешает работать. Вот у нас, например, есть вот такие видео-магазины, знаешь, трикот, пистолет, вот он пикает. И вот дизайн сделан такой, что он беспроводной, казалось бы, хорошая вещь, беспроводная. Но стоит он кучу денег, он лежит на столе, стоит его задеть, он просто катится и падает на пол. То есть вот элементарная вещь, человек его проектировал, сделал красивый, а функционал, к сожалению, не тот. А кто был в этом? Конечно. платит. Начнем с того, что все эти вещи, они производятся не как потребительная стоимость. Цель производства вещей при капитализме это получение прибыли. Они производятся как товар. Соответственно, думать о том, что, то есть все, что касается потребительной стоимости, это вторично оказывается. Если можно произвести что-то, что найдет сбыт, но будет не так, скажем так, иметь меньше потребительные свойства, оно будет производиться. Так это и происходит, собственно говоря. Цель социалистического производства, она совершенно другая. кто может сформулировать ее? Цель социалистического? Да. То есть, в чьем полного состояния и свободного стороны ответить от общества? Совершенно верно. Совершенно верно. мы на вопрос ответили. Вообще экзотические были ответы. Например, был ответ «Сколько может быть коммунистических партий? Пока ЦИК не устанет регистрировать». Шутка. Видимо, да, человек посчитал это смешно. Или, например, «Столько, сколько людей на планете Земля». Звучит забавно, но на самом деле, это характеризует определенным образом человека. Это глубокий субъективный идеализм. Каждый человек может составить свою собственную партию коммунистическую. Да, но в принципе, если не руководствуют с тезисом, что партия только то, что зарегистрировано, то можно взять товарища и еще одного товарища пойти куда-нибудь и составить с ним партию на троих. Например, партии так и назвать «Партия трех». Скажем так, да. Интересно еще встретился рассуждения в одном из ответов о том, что все партии на самом деле коммунистические и просто они об этом не знают. Здесь я предполагаю, что человек имел в виду, что партия предполагает объединение людей для какого-то общего дела. И вроде как коммунист общий, если люди объединились для какого-то общего дела, это уже зачаток коммунизма. На самом деле важно, для чего они еще объединяются. Потому что волки сбиваются в стае, чтобы загнать жертву и терзать ее. Криминальные элементы объединяются для того, чтобы успешно бороться с обществом и получать от него то, что они не заслужили. Но капиталисты тоже объединяются для того, чтобы успешно эксплуатировать трудящихся. Поэтому не каждое объединение, конечно, оно способствует прогрессу и способствует развитию человека. Поэтому здесь надо подходить опять-таки подходить с классовых позиций. Кто объединился и для чего? И кто с кем? И в этом плане межклассовые так называемые партии, либо что-то несуществующее, либо опять-таки созданное с целью обмана трудящихся. Потому что объединить людей с противоположными классовыми интересами невозможно. Все равно будет выгодоприобретатель один какой-то класс. И скорее всего это понятно, что это будет класс имущий. Так, мы с вами добрались до главной программной цели коммунистической партии. И отчасти уже проговорили. Вот здесь вопрос довольно часто встречался в ответах. И ответы в целом были правильные. но не истинные. Почему правильные? Потому что в общем-то правильно сказать, что цель коммунистической партии установление диктатуры пролетариата. Но можно ли на этом останавливаться? Вот если мы заявляем, так сказать, что у нас такая цель. Вот мы установили диктатуру пролетариата. Ну вот выйдите куда-нибудь, придете вы на митинг, там не знаю, на Балтийский завод. Кажут, товарищи, мы пришли, чтобы установить диктатуру пролетариата. Кто с нами? А зачем? У нас сейчас диктатура. Даже не так. у нас сейчас демократия буржуазная, понятно, выборы, а вы приходите и говорите мы за диктатуру пролетариата. И все. И чего нам с этого? Понимаете? Да. То есть нельзя останавливаться на этом. Нельзя говорить только о диктатуре. Диктатура не сама по себе важна. Конечно классы не исчезнут без диктатуры пролетариата. Но как пишет Ленин и как это записано в программе ВКПБ и в программе Российской Социал-Демократической партии было записано что диктатура пролетариата является необходимым условием для уничтожения кассу. А цель какая? Конечная. Эксплуатации кубами в развитии безусторонних каждому члену общества. Раз не стране класса значит цель без класса и общества. Да, конечно. То есть полное уничтожение эксплуатации человека человеком построение без класса общества. Ну и точно о чем вы говорили. Говоря о цели социалистического производства. То есть вот путь который намечен. И как говорил Лейдин только с этого начнется истинная история человечества. Когда будет покончено с эксплуатацией и действительно начнется развитие. Когда человек сможет развиваться свободно. там безграничные возможности представить. Да. Представить действительно сложно. Там будет новый класс свой догад. Ну вот есть подождите подождите значит давайте вот с этого момента подробнее. Значит классовая борьба. Что такое классы? Мы вернулись сначала. классы это понятие антагонистическое. Классы это большие группы людей кто может дать определенный класс различающиеся прежде всего по месту в системе общественного производства в отношении к собственности на средства производства и продукту производимого ну и отношение средств производства закрепленного как правило в законы если у нас нет собственности частной собственности на средства производства есть собственность общественная значит у нас сначала исчезают антагонистические классы а значит и классы вообще но остаются классовые различия все-таки отпечатки предыдущего класса общества и остаются они именно в разном положении людей в системе общественного производства вот то о чем вы говорили всеобщее участие в производительном труде это один из путей путей преодоления классовых различий какой второй есть не путь вернее скажем так два да вот это должно делаться параллельно то есть два момента первый это всеобщее участие в производительном труде и второе сокращение рабочего времени сокращение рабочего времени увеличение времени свободного а что является предпосылкой увеличения свободного времени сокращения рабочего повышения производительности труда да то есть как писал Ленин что основной залог победы нового строя в чем повышение производительности труда а каким образом можно увеличить производительность труда научно-технический прогресс да это один из моментов скорее тут будет повышение качества продукции в плане срок службы это будет более эффективно в самом широком смысле экономия труда то есть чем дольше будут служить вещи условно говоря и в качестве будет выше тем больше эффект отложено во время мощность нарастающая она будет больше а вот смотрите ситуация вот сейчас вроде как у нас товарное изобилие то есть производится очень много товаров а на самом деле когда начинаешь искать тот товар который тебе нужно и с этим многие сталкиваются наверное все сталкиваются на самом деле такого товара не находится невозможно купить то что продается да вот это скажем так идет еще этот момент который идет с эпохи капитализма свободной конкуренции вроде как когда были независимые производители они так сказать на рынок что-то выбрасывали может быть найдет сбыт сейчас фактически производители не мелкие а крупные но цена производства настолько низкая что они могут себе позволить производить разнообразный ассортимент опять же из тех же соображений но это не касается каких-то высокотехнологичных изделий которые скажем так производятся на заказ а вот такой вот ширпотреб что называется он как раз и наводняет но значит то есть элемент хаоса элемент хаоса он неустраним из системы капиталистического производства и вот этот элемент хаоса он конечно потребляет значительную часть производственных мощностей да и так сказать и времени рабочего в том числе потому что рабочие работают производят все это а это оказывается в итоге никого не нужно потом так сказать другие рабочие везут все это на свалку вот таким образом то есть для того что отличие социалистического производства помимо цели да другая цель в чем еще состоит снижение трудозатрат но но если капиталистического производства характерен хаос то для социалистического характерна плановость конечно плановость вот эту плановость которую скажем так в начале перестройки очень критиковали что плановое хозяйство это вот такой бич прямо который губит нашу экономику надо вводить рынок и так плановость значит на самом деле плановость это мощные средства опять-таки экономии и рабочего времени и ресурсов когда производится ровно то что нужно и ровно столько сколько нужно тем более в современные при современных средствах вычислений и средствах скажем так да информационных в общем-то выяснить потребности населения собственно говоря достаточно легко и вести вот этот учет и вести полномерность конечно сейчас значительно легче чем это было допустим в начале прошлого века но тем не менее мы видим противоположную тенденцию усиление наоборот хаотичности и это говорит о том что собственно говоря капитализм никак не изменился то есть он изменился но изменился не принципиально не так как нас пытаются убедить что он так сказать стал совершенно другим у него там даже видел как одна книга называлась сострадательный капитализм он стал сострадательным понимаете вот ну никому конечно естественно он не сострадает да страдать от него стало не меньше людей даже больше при росте производительности труда что происходит со степенью эксплуатации кстати сказать улучшается конечно но увеличивается чем больше производительность труда тем меньше времени человек работает на себя тем больше он работает на собственника строительства производства и это тоже вот этот перекос это противоречие которое естественно в рамках капиталистической информации не устранить не устранить вот поэтому из песни слово не выкинешь и я хочу зачитать все-таки да как это как программная цель коммунистической партии была сформулирована в самой программе потому что отвечая на этот вопрос в общем-то можно было открыть программу да партии и соответственно прочитать заменив частную собственность на средства производства и обращения общественными и введя планомерную организацию общественно производительного процесса для обеспечения благосостояния всестороннего развития всех членов общества социальная революция пролетариата уничтожит ление общества на классы и тем освободит все угнетенное человечество так как положит конец всем видам эксплуатации одной части общества другую необходимые условия этой социальной революции составляет диктатура пролетариата то есть завоевание пролетариатом такой политической власти которая позволит ему подавить всякое сопротивление эксплуататоров а маркс писал в свое время в нищете философии условия освобождения рабочего класса есть уничтожение всех классов точно так же как условием освобождения третьего сословия буржуазии было уничтожение всех и всяческих сословий рабочий класс поставит в ходе развития на месте старого буржуазного общества такую ассоциацию которая исключает классы и их противоположность не будет уже никакой собственно политической власти ибо именно политическая власть есть официальное выражение противоположности классов внутри буржуазного общества здесь мы подходим еще к одному важному тезису что отличает коммунистическую партию от всех остальных партий и почему нельзя вот сказав диктатуру пролетариата нельзя на этом останавливаться да потому что коренное отличие коммунистической партии оно как раз состоит в том что она не стремится к вечному политическому господству она стремится к тому чтобы не стало самой политики потому что вместе с отмиранием классов отмирает государство и отмирает сама политика соответственно партия как классовый инструмент она тоже перестает быть партией но это не так как происходило да это не может быть сделано по указке сверху это не может быть введено каким-то решением съезда допустим да как это в 61 году на съезде партии партии на съезде ГПСС когда была принята новая программа партии сказано что диктатура пролетариата уже сделала свое дело а партия перестает партия рабочий класс становится партией всего народа к чему это привело мы знаем это закончилось перерождением коммунистической партии 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 буржуаз поэтому не может скажем так да авангард ведет класс авангард организует класс авангард руководит этим классом но авангард должен опираться на принципы диалектического и исторического материализма и нельзя обгонять скажем так доход истории то есть если еще нет предпосылок для полного исчезновения класса если не уничтожены еще полностью классовые отпечатки если сохраняется капиталистическое окружение то конечно коммунистическая партия должна оставаться партией рабочего класса хотя этот рабочий класс сам уже и меняется естественно он меняется после революции он перестает быть эксплуатируемым но тем не менее пока полностью классы не уничтожены а мы понимаем что это может это не может быть в рамках одной страны то есть полный коммунизм может наступить только на всей планете земля соответственно и коммунистическая партия должна сохраняться ну и до этого времени будет сохраняться политика но это состояние не вечно не вечно когда мы говорим с людьми и агитируем их вступать в коммунистическую партию создавать коммунистическую партию конечно мы должны людям рисовать далекую перспективу да то есть говоря о коммунистических партиях коммунистической партии о том что что есть партия для чего она создается для чего люди идут в партию но нужно понимать что если люди идут в буржуазную партию для того чтобы быть при власти или у власти да или пользоваться благами так сказать естественно что бескорыстно любить буржуазию никто не может ее можно любить только за деньги вот а в коммунистическую партию люди вступают зная что это путь борьбы это путь лишений в какой-то степени да и люди которые приходят в коммунистическую партию они должны конечно думать прежде всего о благе рабочего класса думать о том чтобы этот вопрос был разрешен вопрос есть да если коммунистическая партия должна быть одна то чем являются современные коммунистические партии России РПР РПР и тому подобное с классовой позиции мы можем говорить о том что у нас сейчас есть ряд общественных организаций ряд общественных организаций скажем так да которые в той или иной степени отражают интересы рабочего класса но партия это понятие массовое все таки прежде всего да значит для того чтобы общественная организация считалась партией за ней должен идти весь класс или значительная часть класса пока ни за одной из этих организаций значительная часть класса не идет поэтому мы и говорим о том что в России есть рабочая партия да или партия рабочего класса в становлении а становление включается в два момента это возникновение прихождение возникновение прихождение пока еще наличным бытием партия рабочего класса не стала и это характеризует с одной стороны состояние самого партийного строительства с одной стороны с другой стороны это конечно характеристика и рабочего класса потому что наличие собственной партии оно говорит о зрелости класса вот пока этого еще нет к сожалению ну у всех тех кто нас смотрит и слушает есть возможность принять участие в партийном строительстве я призываю всех вступать в рабочую партию России те кто сочувствует дело рабочего класса готов трудиться на благо рабочего класса у нас партия соответствует и организационно диктатуре пролетариата внутри нашей партии она реализуется так как все решения принимаются только при голосовании большинства рабочих и по своим программным установкам рабочая партия России тоже полностью соответствует интересам рабочего класса 27 съезд партии который проходил в Нижнем Новгороде он поставил перед членами партии задачу увеличить число рабочих в партии каждый член партии должен считать считать своим долгом привести в партию двух рабочих и перед рабочими еще стоит особая задача рабочими членами РПР это задача создать первичные ячейки на предприятиях на предприятиях потому что именно там опора да то есть партия должна иметь опору в рабочем классе пока к сожалению этого нет возможно что другие коммунистические организации ну так сказать если они окажутся более близки рабочему классу может быть так сказать станут зародышем партии коммунистической партии России новой коммунистической партии но пока такой перспективе не просматривается и здесь надо вспомнить слова Владимира Ильича которые относились к советам который говорил о том что совет есть зародыши новой власти диктатуры пролетариата говорил о том что долго оставаться зародышем нельзя потому что иначе зародыш погибет либо зародыш развивается в полноценный организм да либо погибает поэтому тянуть нельзя буржуазия продолжает свое наступление поэтому рабочий класс должен организоваться и дать решительный отпор о перспективе и отвоевать у буржуазии вернуть себе политическую власть вот таким образом я бы ответил на этот вопрос еще вопросы может быть есть вопросы из зала есть вопросы все разобрали никаких не осталось неотвеченных вопросов ну если вопросов нет я позволю закончить сегодняшнее наше семинарское занятие славим Владимир Ильич Ленина который как раз говорил о необходимости привлечения рабочих в партию расширять партию пролетарским элементом теперь действительно надо это ненормально что в Питере всего шесть тысяч членов партии всего шесть тысяч членов партии это шестой год 1906 год да поэтому когда мы говорим о современных коммунистических партиях об РПР об РКРП и так далее нам такие цифры пока еще до них еще далеко а Ленин писал о том что ненормально когда в Питере всего шесть тысяч членов партии 81 тысяча рабочих в СПБ губернии на заводах с 500 и более рабочими всего 150 тысяч рабочих что в центральном промышленном районе всего 20 тысяч членов партии 377 тысяч рабочих в заводах с 500 и больше рабочими всего 562 тысяч рабочих рабочих надо уметь включать в партию в таких центрах в пятеро и в десятеро в десятеро больше в этом Ларин вполне безусловно прав но мы не должны впадать в интеллигентское малодушие и интеллигентскую нервозность мы добьемся этого на нашем соцдемократическом пути без авантюр благодарю спасибо спасибо спасибо